Добрый день, дорогие друзья! Феномен загадочной русской души подобен загадке сфинкса или улыбке Джоконды. Кажется, разгадка вот-вот будет найдена, но не всё так просто. В чём же её секрет? Попробуем в этом разобраться. Гуманное отношение к людям разных национальностей формируется у ребёнка под влиянием наставников. И это в наше время крайне актуально. К сожалению, в современном мире всё большее количество взрослых людей выражают противостояние. Поэтому крайне необходимо подталкивать детей, стимулировать их участие в проектах, направленных на ознакомление культуры и традиций других народов. И, как показывает практика, особую роль в этом играет искусство. Все проекты в области культуры, которые реализует общественная палата города Твери, они направлены на подрастающее поколение. Мы считаем, что дети – это как раз та аудитория, которая очень благосклонно к ним относится, которая их воспринимает и которая потом подключается к их реализации. Точно так же сейчас этот проект «Праздник праздников», который мы проводим вместе с нашими белорусскими коллегами, он как раз и нацелен на привлечение большого количества молодёжи. Этот проект такой важный и масштабный зародился здесь, в Твери. Мы подумали, что самым хорошим событием для этого является Пасха. Это значимый праздник абсолютно для всех людей, всех детей из наших стран, поскольку мы считаем, что в нынешнее сложное политическое время нас всё-таки объединяет одна религия – это православие. Ещё один эффект, который мы сами не ожидали от этого конкурса, выражается в том, что у нас в России к нашему городу начали присоединяться другие города из России, причём совершенно неблизкие по географическому положению к Твери. Это и Новосибирск, и Нижний Новгород, и Санкт-Петербург. Ещё много приходило заявок, но мы уже физически не могли их обработать. Надо сказать, что национальный этап конкурса, который проходит в России, работа будет отбираться здесь, у нас в Твери, это будет происходить на следующей неделе. И состав жюри, он полностью состоит из наших художников. Во-первых, это председатель жюри народных художников России Юга Людмила Георгиевна, и, значит, это ещё директор школы Серова Личидко Ирина Фёдоровна, и наш знаменитый, известный художник Стоячка Михаил Вячеславович. Это то, что мы называем реальная народная дипломатия. То есть вот она, политика, она в стороне. Экономика даже уже играет вторичную роль. На передний план выходят как раз культурно-образовательные проекты, и прежде всего проекты, которые в детской, молодёжной среде. В этом конкурсе участвуют и наши коллеги из Орша, из города Побратима, Твери. Поэтому я считаю, что вот этот проект, он укладывается как раз и в концепцию развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между городами различных стран. В Тверь приезжал вице-президент Российской Академии художников, художествен Андрей Андреевич Золотов. Надо сказать, очень значимый в мире искусство человек. Последний заместитель министра культуры Советского Союза. Мы с ним вместе, с Людмилой Георгиевной Югой, съездили в несколько из-за студий, которые участвуют в нашем конкурсе. Дети и преподаватели были просто в восторге от знакомства и общения с таким вот великим человеком. И Андрей Андреевич передал слова поддержки от президента Российской Академии художеств. Зураба Константиновича Церетеля нашему конкурсу, чему мы безмерно рады. Безусловно, крайне необходимо формировать у детей любовь к родине, уважение к своей стране, гордость за свое отечество. Но вместе с тем крайне необходимо и формировать уважительное отношение к культуре и традициям других народов. Детское творчество – это чистое светлое искусство. Это искусство, не замутненное искусствоведением. Это тот мир, который дети изображают непосредственно. Это картинки работы от сердца. И от сердца сама выставка, праздник праздников. Потому что Пасха – это для нас, для всех христиан, это самый главный праздник в духовной жизни. И то, что дети поработали в этой теме так очень внимательно, серьезно, они почитали Библию, они почитали Евангелие, они почитали какие-то свои рассказы, педагоги с ними поговорили на эту тему. И получились очень красивые работы. Много работ получилось. И большая проблема была нам в жюри отобрать лучшие. Лучшие из лучших. И потом еще из лучших нам придется отобрать еще 10 работ, которые поедут в Минск. Так что выставка должна быть получиться хорошая. Тверь представлена интересными студиями. Тверь, Торжок, Калязин – это те основные города культурного развития, развития детского творчества на нашей Тверской земле. Самая главная сложность в этом проекте – это, конечно, у нас, у жюри – это судить. Потому что нельзя, невозможно сказать, какая работа лучше, какая хуже. У каждой есть свое мировоззрение. В любой возрастной категории обязательно гармония цветовых отношений, обязательно композиционная какая-то особенность, знание исторической темы, владение материалом, потому что здесь разнообразные материалы, начиная от карандашей, масляной пастели, акварель, ягуашь. И баня Лука, по-моему, там даже масло приняли. Для нас очень важно детское творчество. Поэтому та активность, которую ребята проявили, предлагая свою работу на конкурс, это здорово. Более 100 работ. Это показывает, что детям это интересно, что им нравится работать, нравится участвовать в конкурсе. И, на мой взгляд, когда мы соединим эти работы с выставкой Людмилы Юга, которая у нас сейчас проходит в музейно-выставочном комплексе, и круг замкнется, что называется. Дети, которым 5, 6, 10, 11, 12, 15 лет, они будут выставлены рядом с работой. Дети будут выставлены рядом с работами признанного мастера, народного художника. И мы увидим, как они похожи в определенных деталях, какие есть общие акценты, общие моменты. И тогда будет понятно, что дети учатся очень хорошо. Они крайне талантливые, о чем мы всегда говорим. И нам не то, что не стыдно будет отправлять их на международный конкурс в Минск, а я уверен, что какие-то из этих работ, представленные сегодня здесь и представленные в зале, точно будут лауреатами этого конкурса. В современном мире иногда слышишь, что дружба между народами невозможна. Хотя с этим, конечно, очень можно поспорить, и вся история нашей страны подтверждает мои слова. Безусловно, каждый здравомыслящий человек понимает, что дружба между народами на государственном и на бытовом уровне – залог мира и благополучия во всем мире. И об этом говорили великие на протяжении столетий – Пушкин и Конфуции, Амар Хаям и Расул Гамзатов. И проект «Праздник праздников» – безусловное подтверждение моим словам. И это здорово, что Тверь и Тверская губерния принимают этот проект с широкой русской душой. Итак, следите за нашими анонсами, оставайтесь с нами. До новых встреч!